всем привет это youtube канал техцентра 4 на 4 тундра и мы продолжаем рассказывать вам о наших замечательных работах ну а сегодня мы расскажем вам про новый наш проект это toyota тундра 2014 года выпуска то есть это уже последнее поколение который по своим целям должен был стать самым крутым тундриком в своем регионе для начала что можно рассказать об этой тундре тундра естественно уже была не новая хотя в отличном состоянии комплектация максимальная 700 1794 в чем преимущество этой комплектации то что ее покупают люди осознанно постольку поскольку это тот же самый platinum который является фактически максимальной комплектации однако с небольшими доработками в плане того что там уже коричневый салон с красивой кожей по подвеске она уже была слегка доработана здесь установлены установлен комплект амортизаторов king с двухдюймовым лифтом которые были изначально настроены под комфортную езду наша задача была изменить автомобиль внешне добавить некоторые технические нюансы ну и собственно сделать так чтобы не нам не клиенту она не доставляла никаких проблем и в итоге была красивой надежной и технически совершенной скажу сразу что в ней мы применили несколько наших новинок которые мы в ближайшее время достаточно подробно опишем на нашем сайте и в наших соцсетях следите за обновлениями но пока приступим непосредственно к технической части и рассказу о деталях этого автомобиля итак начнем с самого начала тобер с головой естественно любой проект на базе toyota tundra без силовых бамперов обойтись не может практически вообще никак в этом есть один небольшой нюанс как знают те кто следил за нашей деятельностью еще до возникновения этого ролика мы к московскому автосалону недавно прошедшему создали ну наверное первый в мире серийно промышленным способом производящийся композитный бампер для toyota tundra который производит наши друзья из компании avs design разработали мы две модели 6 миллиметровый и 10 миллиметровый бампер нюанс которого в том что при том что он по сути производство его по сути идентична производству деталей из стекловолокна но пропитка этого стекловолокна позволяет при отвердевании получать прочность этого бампера идентичную стальному и допустим установленный на этом тундрике композитный бампер 4 на 4 тундра 6 толщиной 6 миллиметров он по сути своей идентичен по прочности стальному бамперу толщиной 5 миллиметров учитывая то что помимо композита толщиной 6 миллиметров в центре у нас стальной каркас из 5 миллиметровой стали а по бокам каркас из 3 миллиметровой стали общая прочность задумана как производителем так и нами для того чтобы это был все-таки силовой бампер сохраняется и даже в общем-то увеличивается самый большой плюс этого композитного бампера в том что он имеет внешность практически идентичную штатному и добавляет не столько брутальность сколько элегантность каждому тундрику при этом не производя впечатление чего-то огромного массивного ну и лишней какой-то детали под которую нужно перестраивать практически весь автомобиль плюс ко всему в него интегрированы настоящие светодиодные противотуманные фары которые дают очень хороший свет перед ним а также лебедка 100 крат 12500 которая прикрыта специально для того чтобы не снимать номера при каждом использовании лебедки специальной поворотной рамкой которая скрывает под собой крюк и кевларовый трос головной оптикой этого тундрика мы тоже провели вполне стандартные манипуляции добавили сюда светодиодные модули хэлла покрасили внутреннюю часть черный цвет и добавили омыватели фар также производства фирмы хэлла решетку радиатора мы также доработали врезали сюда светодиодные фары rigid industry серии amber с оранжевой светодиодной подсветкой в центре у нас буквы из анодированного алюминия под которой тоже для завершения полной световой картины радиаторной решетки сделана специальная подсветка из оранжевых светодиодов на light bar который идет опционально к композитному бамперу мы поставили 4 светодиодных фонаря фирмы аврора которые дают отличный дальний свет при движении на открытой местности если нужно видеть очень далеко но и что касается общего дизайна мы долго думали на самом деле над тем каким и вот сделать потому что помимо всех вот этих вот силовых элементов фар и прочих технических нюансов автомобиль должен быть должен был выглядеть уникальным внешне для этого нужна была какая-то идея мы долго сопоставляли сам по себе внешний брутальный облик toyota tundra то что это большой мощный автомобиль то что владелец его любит охоту ну и сам владелец человек тоже достаточно плотной комплекции и практически сопоставив все это воедино мы вышли на то что основным лейтмотивом дизайна должен быть медведь поэтому главное место на капоте автомобиля занял вот этот вот прекрасный мишка на подиуме за которым хочется идти в самый дальний лес на любую охоту но по сути талисман скажем так этого автомобиля помимо всего прочего сама по себе из само по себе использование этого автомобиля для охоты для езды по лесам полям особенно когда выслеживаешь какую-то дичь когда приходится двигаться в условиях ограниченной видимости стала актуальна какая-то дополнительная возможность для обзора тут пошли от противного и от очевидного как всем уже известно на многие премиальные автомобили последнее время производители начали устанавливать такую опцию как тепловизор который позволяет в темное время суток видеть какие-то движущиеся объекты которые не может увидеть взгляд водителя самого здесь мы пошли этим же самым очевидным путем и установили сюда тепловизор американской фирмы flir под finder камеру от которого мы также встроили в решетку радиатора по центру а дисплей вывели в салон в итоге мы получаем достаточно четкую отчетливую картинку при движении в темное время суток сама по себе комплектация 1794 это максимум на что вообще способна toyota tundra для своего владельца предыдущая комплектация platinum из которой по и появилась комплектация 1794 она и так уже максималка но в четырнадцатом году появилась именно вот эта комплектация которая отмечала юбилей раньше в сан антонио на котором расположен завод toyota в америке который производит toyota tundra именно в 1794 году он и был основа соответственно к этому знаменательному событию американцы выпустили отдельную комплектацию самую при самую высокую которая отличалась коричневой кожей большим количеством хрома здесь уже было встроена система мониторинга слепых зон хорошая стереосистема jbl с сабвуфером люк появился двухзонный климат в общем по большому счету эту комплектацию изначально покупали люди осознанно то есть потому что platinum например представлял вариант только в черной коже без всяких изысков присущих там допустим премиум классу поэтому менять что-то в этом салоне не было никакой совершенно необходимости здесь все уже на своих местах единственное что мы сюда добавили это монитор тепловизора несколько блоков кнопок для дополнительного света и манометр с кнопкой для дистанционной подкачки задней пневматической подвески все остальное осталось как было красиво лаконично и функционально как это умеет только toyota tundra так перейдем уже к подвеске непосредственно по самой ходовой части никаких серьезных изменений мы в не вносили поскольку поскольку здесь уже был установлен комплект подвески амортизаторов king с двухдюймовым лифтом нашу задачу входило только добавить сюда трехдюймовый боди лифт для того чтобы в колесной арке поместились 37 колеса гудир рэнглер на 20-х американских дисках тав по большому счету осталось сделать только грязозащитные грязозащитные экраны которые закрывают всю внутренность двигателя от грязи пыли и прочих неприятностей и собственно с подвеской на этом все с передней дальше для того чтобы защитить кузов от грязи пыли из-под колес мы поставили двухдюймовый расширитель арок и резиновые брызговики 4 на 4 тундра под порогами у нас появились двухтрубные стальные силовые подножки которые крепятся напрямую кроме и поэтому их можно использовать совместно с домкратом hijack теперь самая главная фишка этого автомобиля это его экстерьер мы все ходим вокруг да около но к нему мы только только перейдем только сейчас и так постольку поскольку основной идеей экстерьера автомобила автомобиля является медведь на бортах и на левом и на правом появились изображение этого прекрасного зверя их выполнил наш постоянный художник елена никлюдова при помощи 3d композиции которая придает этим медведям объем делая их практически живыми дальше мы все покрыли всю поверхность кузова защитным покрытием linex белого цвета который не боится ультрафиолета и не желтеет со временем обеспечивая при этом очень надежную защиту кузова от царапин сколов камней прочих неприятностей и коррозии в том числе гарантия на это покрытие пять лет что в принципе делает этот кузов практически вечным но к медведям и так после того как были вылеплены контуры самих медведей было нанесено защитное покрытие linex дальше елена при помощи аэрографии нарисовала и самих медведей и пейзаж за ними соответственно получился уникальный автомобиль внешне который уже никогда и ни с чем не спутаешь это прекрасная противогонка и плюс практически пожизненная защита от всяческих различных неприятностей теперь переходим к задней части пикапа начнем с подвески как я уже говорил ранее по кругу у тундрикова это установлены амортизаторы king настроены на более мягкую езду для того чтобы ну по возможности исключить эти знаменитые прыжки пикапов задней оси пикапов на всяческих неровностях лежачих полицейских у настройщиков амортизаторов king достаточно неплохо получилось но учитывая то что паспортная грузоподъемность тойота тундра в обычном состоянии с завода порядка 700 килограмм а у нас здесь установлен кунг у нас стоят более тяжелые колеса у нас установлена установлен кронштейн запасного колеса силовой багажник экспедиционный то есть по сути по по общему весу это где-то порядка 200 250 килограмм а то что это автомобиль охотничий у которого в кузове приходится возить различные снаряжения иногда технику то есть достаточно тяжелые грузы нагрузка еще более увеличивается соответственно увеличивается нагрузкой на заднюю подвеску в том числе и на рессоры что не всегда идет им на пользу для компенсации этих нагрузок и для того чтобы сделать ход автомобиля еще более мягким мы установили комплект пневматической подвески состоящий из двух подушек компрессора 20 литрового ресивера и комплектующих итальянской фирмы фирмы коммоции которые мы создали самостоятельно путем проб и ошибок экспериментов но в итоге комплект получился практически идеальным он дистанционно управляется из салона там стоит цифровой манометр и клавиша подкачки либо спуска пневматической подвески и как вишенка на торте здесь установлен пневматический сигнал tifon t9 такой же точно как на некоторых локомотивах вы можете слышать когда мимо вас проезжает поезд таким образом получилось что на сегодняшний момент этот тундрик преодолевает лежачие полицейские неровности максимально мягко и практически отсутствует этот самый знаменитый прыжок теперь что еще сзади у нас появилась это на сегодняшний момент это первый серийно производимый промышленным способом задний композитный силовой бампер четыре на четыре тундра мы долго ждали пока его наконец-то создадут и на этой тундре он стал впервые по сути конструкция вот такая же как и у переднего то есть это 6 и 10 миллиметровый композитный каркас плюс внутренний каркас из 5 и 3 миллиметровой стали одной из фишек этого бампера стала установка в него двух светодиодных фонарей фристом которые являются дублирующими для основной оптики то есть здесь есть габариты здесь есть стоп-сигналы поворотники и фонари заднего хода отдельное внимание также хотелось бы обратить на еще одну нашу собственную разработку которую мы успешно применяем во многих наших проектах это кронштейн для запасного колеса с электроприводом и пультом дистанционного управления в чем его самый большой плюс помимо удобного удобной транспортировки запасного колеса до 37 размера до 37 дюймов он может служить также ступенька для того чтобы удобно попадать в кузов столом стулом в общем местом для отдыха где-то на природе он достаточно прост в эксплуатации его можно легко снять и легко установить фактически в домашних условиях открутив пару болтов своими собственными руками и плюс ко всему эксплуатировать его максимально удобно буквально в несколько движений то есть первым делом мы разблокируем механический блокиратор который позволяет колесу жестко держаться и практически не болтаться когда вы едете по любым неровностям он всегда плотно не дребезжит и с ним все хорошо то есть мы разблокируем это колесо и потом совершенно небольшим пультом дистанционного управления размером с небольшой брелок его открываем вот собственно и все складывается он точно также элементарно нажимаем на кнопку закрываем его полностью блокируем и едем себе дальше на кунг мы установили экспедиционный стальной багажник который и довершил общий образ внедорожника в котором мы превратили этот пикап то это тундра на нем мы закрепили спереди 50-дюймовую светодиодную балку сзади два фонаря и по бокам 2 до 2 фонаря дополнительного света для того чтобы в каких-то путешествиях если слишком темно владелец мог осветить пространство не только спереди или сзади но и вокруг автомобиля для того чтобы было комфортно обустраивать например лагерь также на этом багажнике благодаря его силовой конструкции можно перевозить какие-то вещи и грузы не вместившиеся в грузовой отсек пикапа ну а также наблюдать за окружающей действительностью вплоть до того что может быть даже и охотиться далее вот мы 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 и и мы 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 мы